Так, друзья, здравствуйте! Делаем арбуз, еще раз солим. Солим, квасим, маринуем. Я не знаю, как это получается, но я как бы сделаю заквашенный такой вот арбуз. Так вот у меня тут арбуз в эмалированной кастрюле. Здесь у меня получилось, я почистила, у меня получилось два с половиной килограмма вот такого вот арбуза очищенного. Целую кучу корок. Корки почти два килограмма. Если соединить вот это и корочки, мякоть и корочки, получается почти 4,5 килограмма арбуза. Так, итак, арбуз мы порезали, взвесила я два с половиной килограмма классически. На два с половиной килограмма мне нужно где-то литр 200 воды. Так, идем сюда. Сюда я насыпала, вот сюда я насыпала. Сейчас налила, фильтрую воду. Вот фильтруется вода. Вот сюда я налила 700 миллилитров. Надо будет еще добавить. Добавила две с половиной ложки соли и полторы ложки сахара. Нужно будет вскипятить воду, соль с сахаром, пока она растворится. Скипела, выключили и оставляем остываться до... Не холодная, не холодная, а такая теплая вода. И в эту теплую воду, теплая так, чуть-чуть горяченькая, чуть-чуть. И в эту воду мы будем добавлять специи. Так, фильтруется вода. Я уже налила 700 миллилитров. Здесь вот, если видно, да? Ну, очень слабо видно. Вот тут вот и есть мерочка. Вот здесь 700 было, и я еще 500. Как-то слабенько здесь видно. Томные это вот не видно. Ну ладно, еще 500. Тут немножечко нафильтруется. Осталось чуть-чуть. Вот нафильтровала я еще здесь 500 миллилитров. Наливаю. У этого у меня получилось 1200. Литр 200. Размешаю. У меня просто такие большие кастрюли. Это не значит, что вам нужно брать такую большую кастрюльную. Совершенно. Главное, чтобы вот соль, сахар растворились. В этой воде. Так, я включаю сейчас плитку и потихонечку буду крутить, размешивать, чтобы сахар и вода растворились. Ой. Что я делала? Раз. Так, здесь. Здесь. Все. Ну вот поставила на 220. Вот. Сейчас буду мешать, размешиваться и чтобы хорошо растворилась. Вода закипает, я выключаю ее и оставляю остыжаться. Ну все. Вот вода закипела. Гулечки. Видите? Все. Я ее оставляю. Даже задвигаю сюда, чтобы она немножечко остыла. И в такую полугорячую я закину специи, где я уже приготовила здесь. Вот. И все. И будем ждать потом уже до полного остывания. Вместе со специями. Не в кипяток я бросаю специи, а просто в чуть-чуть горячую воду. Я приготовила лавровые листочки. Два больших... Сколько у меня тут? Три лавровых листа. Два больших... Две большие чеснока. Иглушка. Иглушка. Специи. Вот такой специй я взяла. Вот. Тут, в принципе, все есть. Так что все. Вода горячая. Она остыла. И вот я бросаю все. 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 Закрываю крышкой. Ждем полного остывания. Ну что, все. У меня вода со специй. Ой, как пахнет. Вот. Видите, вот. Вода со специями для арбуза. Она, в общем-то, готова. Такая тепленькая, комнатная температура. Теплая. Теплая комнатная температура. Давайте мы сейчас... Это все я налью в арбуз. Вот просто при вас. На самом деле, это все готовится очень и очень просто. Так. Взяла ложку. Немножечко вот так потихонечку вот так переворачивать, чтобы весь арбуз оказался в специях. Нам же не надо арбуз сварить. Поэтому вода комнатной температуры. Все. Залили. И пусть она стоит. Я потом на ночь накрою. Морлечкой так завяжу, чтобы никакая букашка сюда не залетала. Все. Вот так стоит арбуз. Теперь будет стоять и кваситься. Я буду периодически ложкой просто вот так подбирать. Все. Арбузины потихонечку сядут и впитаются этими специями. И будет все очень хорошо. Ну, я буду так периодически учесть в логе. Завтра, послезавтра. В общем-то, вот так немножечко помешивать. Ну, что, друзья, все очень просто. Теперь только терпение. Несколько, 3-4 дня будет вот так в кастрюле. Можно потом переложить в банку. Или просто какая у вас там кастрюлечка поменьше. Уложить арбуз. Или баночки, банки. Банки, конечно, хорошо. У меня банки все закончились. Уложить арбуз. Может быть, даже еще порежет. Посмотрите, как. Все. Очень просто. Очень просто и очень вкусно. Да, значит, вы 3-4 дня постоять так, закваситься. И потом, вообще, нужно, конечно, 3-4 хотя бы месяца, чтобы он был. Но, как всегда, у нас все быстро скушается. Ну, хотя бы пару недель в холодильнике. Ну, попробуйте. Понравилось? Ставьте лайки и подписывайтесь. Все очень вкусно. Ставьте лайки и подписывайтесь.